Добрый день! Добрый день! Казминералс, Казцинк уже довольно так продвинулись в этом направлении, и на многих предприятиях у них уже есть геомеханики или геотехники, как мы их называем. Зачем нам нужна служба? Ну, понятно, что карьеры углубляются, борта становятся круче, и, соответственно, риск особенно масштабного обрушения увеличивается. Увеличивается вероятность сложных обрушений, комбинированной поверхности, и это очень трудно предсказать. То есть тут нужен детальный, серьезный анализ, основанный на серьезных, на достаточных данных. Основная служба задачи нашей службы – геотехнического контроля на карьере. Ну, в принципе, моя презентация здесь в основном по карьеру, хотя очень много похожего, и это относится и к подземным тоже, подземным работам. Это эффективный контроль устойчивости склонов для сведения к минимуму риска причинения вреда людям и оборудованию по причине обрушения. И у нас мы рассматриваем две главные функции – это мониторинг деформации бортов и, соответственно, регулярный, вот именно я подчеркиваю, регулярный анализ причин деформации. То есть мы постоянно должны иметь обратную связь, анализировать, чтобы иметь возможность предсказать обрушение и таким образом уменьшить риск. Главная опасность – повышенный риск несчастных случаев. И несчастные случаи в результате обрушения бортов являются до сих пор одной из основных причин смертельных случаев при открытых работах. И по оценке НИОЖ Американского института, около 15% всех несчастных случаев на карьерах связаны с неустойчивостью прибортового массива. В общем, это ниже, чем на подземных. На подземных – это около 40%. Но, тем не менее, 15% – это, конечно, тоже очень много. Обычная, простая модель геотехнического риска. То есть, в общем, что мы имеем здесь. Риск – это у нас произведение вероятности обрушения, умноженное на последствия. И вероятность обрушения мы определяем обычно на стадии технических исследований. То есть, на ТЭЛ – физибилити стадии, где мы определяем вероятность риска обрушения. А последствия, что имеется в виду? Последствия – это то, что, допустим, оборудование или люди оказались в ненужном месте в ненужное время. И уязвимость их, то есть, в автомобиле был закрытым или просто шел, осматривал борта. И уже оцениваем. То есть, мы контролируем вот эти последствия непосредственно во время отработки карьера. И вот это основная, главная служба, главная задача, которую мы выполняем как геомеханики, практикующие геомеханики уже на карьере. Когда мы изучаем проект, геотехнический проект, чтобы определить нам вероятность обрушения, мы проходим через все вот эти стадии. То есть, начинаем мы с геотехнического бурения. В данном случае, для карьера мы создаем программу геотехнического бурения. Обязательно скважины должны быть направлены в разных направлениях, в крест бортов обычно. Керны обязательно должны быть, скважины должны быть ориентированными, чтобы нам определить параметры залегания трещин и основных структур. Ну, соответственно, потом документируем керн, отбираем пробы на испытания, проводим испытания, проводим обработку данных, статистический анализ, структурный анализ. Сейчас делаем рейтинговую классификацию массива, численное моделирование, двухмерное, трехмерное, в зависимости от сложности проекта. И в конце уже выдаем параметры по уступам, по размерам уступов, по бермам, по углам наклона. Уже выдаем проектировщикам, а они уже там начинают проектировать карьер. Если чем-то они там недовольны, чем-то там вопросы какие-то, они идут к нам обратно, и мы уже как бы согласовываем эти вопросы. То есть, в принципе, вот так вот, таким образом, довольно просто. Тут сейчас я просто несколько слайдов покажу, по которым тут у нас разные, то есть, естественно, обрушения бывают в разных масштабах, от небольших камнепадов до больших масштабных обрушений практически всей стены, всего борта. Вот, и все, в общем, наша задача как раз вот контролирование, контролирование и по возможности предсказания вот этих обрушений, чтобы не было сюрпризов для компаний. Камнепады, то есть, вот здесь у нас тоже. Все у меня фотографии в основном из Австралии, в основном из Западной Австралии. Это тоже у нас, но тут, слава богу, никто не погиб. Это фотографии из Чили, сюда вот кусок породы влетел в окно, и, к сожалению, человек погиб. В принципе, они сделали какой-то анализ, сделали, вот у них даже есть противокамнепадный барьер, но, судя по всему, недостаточно проведено было оценки риска, то есть, вот отсюда где-то этот кусок породы сорвался, ударился за барьером, за барьером здесь разбился на куски, и один из кусков влетел. Конечно, это, казалось бы, риск очень, вероятность такого низка, но, тем не менее, последствия высоки, то есть, человек погиб, это считается катастрофическим последствием, когда человек погибает. Это тоже из Австралии, в Квинсленде. Это рабочий борт, обрушение одного уступа. Здесь, к сожалению, тоже человек погиб, это у нас в Западной Австралии. Геолог работал здесь, определял, где, говорил, где экскваторщиков, где грести. Здесь, кумтор, тоже несколько уступов сошло. Тоже структура была сзади. Ну и самое большое, наверное, за всю историю горной добычи, это Бингам каньон в Юте, недалеко от Сотклейк-Сити в Америке. 165 миллионов тонн сошло материала. И тоже по какому-то разлому сошло это. Ну, в общем, да. То есть, в принципе, вот наша задача. Это не обязательно предотвратить. Конечно, предотвратить обрушение мы не можем, но предсказать, вовремя предсказать – это вот наша главная задача. Наиболее, конечно, всякие, любые обрушения нежелательные, но наиболее, конечно, нежелательные, серьезными последствиями – это обрушение или завал транспортного съезда. То есть, транспортный съезд – это практически жизненная артерия, то есть, главная магистраль, и очень много по ней ходит транспорта, людей. То есть, самое последнее, чего мы хотим, это, конечно, перекрытие этой магистрали. Ну, вот, к сожалению, таких тоже случаев бывают. Вот, это тоже у нас в Австралии, в Западной Австралии обрушение прошло. Никто не погиб, но вот был поврежден экскаватор. Здесь тоже завал прошел, завалило транспортный съезд. Ну, не очень катастрофично, но, тем не менее, тоже время потеряно. Здесь тоже, в Западной Австралии, обрушился склон, прилегающий к транспортному съезду, и человек погиб здесь тоже, утонул. Тоже, казалось бы, вероятность очень низка. Как-то проезжал самосвал, и в этот момент обрушение прошло. Но, причем, даже сухо было, дождя не было. Но, последствия высоки. То есть, соответственно, и риск высокий. Подрезан, здесь вот транспортный съезд был подрезан обрушением внизу. Здесь 2-3 уступа обрушилось, и тоже вот перекрылась, получается, транспортный съезд. То есть, что тут делать? Ну, останавливать производство и каким-то образом выпрямлять, выравнивать это дело. То есть, снимать породу. То есть, потеря времени. В общем, что нам нужно для того, чтобы создать геотехническую службу? Руководство принимает решение, выделяет бюджет, нанимает инженера геомеханика, одного-двух. И вот они уже начинают, уже создают техническую, как бы, такую комиссию и начинают проводить оценку рисков обрушения. И существующий карьер, то есть, они сделали анализ по всем, мы зонируем, обычно зонируем карьер на разные, так называемые, домены. И каждый из этих секторов уже смотрим, насколько высок риск, чтобы сконцентрировать наше внимание на каком-то конкретном, какой-то конкретной зоне. Потом разрабатываем так называемые. Afterwards, мы разработали геотехническую монетарную работу, это библей для нас, по которой геомеханические работы работают на интервью. Это работа на работе, на базе которой мы работаем, потому что это содержит все геологические данные в одном из книг. And this manual becomes a reference material, not only to geomechanics, but also for all technical services of that open pit. Мы, соответственно, реализуем этот регламент, обязательно его пересматриваем, он обновляется практически вживую, и часто делается аудит его, то есть, обычно независимыми экспертами, для того, чтобы убедиться, что, в общем-то, все геотехнические аспекты, они соблюдаются на предприятии. Это относительно простой алгоритм. Регламент для чего нам нужен? Для контроля формализации процесса контроля устойчивости бортов, и при необходимости мы можем корректировать проект карьеры. Как минимум нам нужно иметь обоснование принятых решений при конфигурации бортов, потенциальные геотехнические источники, опасности должны быть известны и нанесены, отмечены в руководстве, ну и обязательно программа мониторинга бортов и сбора геотехнических данных. Это примерное содержание, то есть, цель документа, обязательные требования, полномочия и обязанности всех, кто связан с контролем устойчивости, геологическая и техническая информация подробная, как можно подробнее, тем лучше, обоснование проектных решений, источники технической опасности, ну и мониторинг. Горные работы, то есть, последовательность отработки карьера, и вот аудит, конечно, отметки, что он пройден, аудит изучен экспертами. Ну, самая главная ценность нашей службы, это, конечно, прогноз обрушения. То есть, если тут, как вот Брайан говорил, Евгений, западные компании очень прагматичны, то есть, для них самое главное – это стоимость. Чем больше они денег имеют с предприятия, тем, конечно, лучше. И, соответственно, вот это вот риски, то есть, у нас есть технические риски, есть юридические, есть коммерческие риски. И вот наша задача – это, конечно, минимизировать технические риски, которые, соответственно, переходят постепенно и в юридические, и в коммерческие риски. Ну, и, конечно, обрушение редко бывает без признаков деформации. Всегда есть деформация. Вот, например, в том бингом карьере признаки первой деформации начались за два года до обрушения. И интенсивность повысилась где-то за четыре месяца уже до обрушения. То есть, это все можно предсказать хорошей системой мониторинга. И на наших шахтах, на карьерах в Австралии мы мониторингу уделяем, ну, минимум 50% нашего времени, даже больше. Мониторим и уже потом анализируем. Самая распространенная система мониторинга, возможно, у вас тоже есть, это дальномеры и призмы-отражатели. То есть, тахеометр, часто роботизированный тахеометр и призмы. Вот пример с одного рудника, где я работал. У нас здесь не такой уж он большой, это карьер где-то 650 метров длиной на 300-400 шириной. Вот где-то около 200 призм было здесь. И мы, соответственно, смотрим, например, здесь зеленые все призмы. Зеленые это у нас, это рейтинг у них, это меньше полумиллиметра в день движение идет. И маршейдерская съемка раз в неделю достаточно, практически для них, для всех. Здесь уже концентрация пошла желтым цветом выделенной, даже некоторые тут у нас есть красные. Это уже движение пошло от полумиллиметра до трех миллиметров в день. И здесь уже рекомендуется маршейдерскую съемку делать ежедневно и даже чаще, два раза в день. Обычно стоят у нас два таких километра на противоположных сторонах карьера и считывают практически вживую, то есть считывают роботизированные все. По стоимости призмы где-то около 200 долларов стоят, станции, ну может до 30 тысяч долларов стоить одна станция. Радар. Сегодня были презентации по радару тоже. Это у нас австралийская компания, здесь Ground Pro. Передвижной радар. Обычно мы их, конечно, ставим, они не постоянно мониторят, то есть на этот карьер, например, нет смысла ставить радар, чтобы он мониторил все вот это, потому что тут нет особого движения. И здесь, может быть, тоже пока не так уж страшно, но как только начинаются, допустим, вот оранжевые и красные у нас переходят в режимы, тогда мы поставим уже радар и будем концентрироваться именно вот на этом участке. То есть особенно если у нас работают здесь какие-то машины. Ну вот, например, пример из Новой Зеландии, здесь прошло обрушение нескольких уступов, прошло обрушение, но карьер продолжает работать, нужно работать вот этим вот бурильным установком, экскаватором. То есть чтобы работать вот, например, здесь, нам надо обязательно мониторить тут вот, ну и здесь тоже возможно. То есть поставили радар, и вот здесь оброшенная часть, и тут уже смотрят уже как как бы вживую, смотрят и здесь, например, по этой шкале, где-то около 1 мм в час движение идет. Но если движение не ускоряется, то можно продолжать работать. И как только начинает ускоряться, тут уже обычно эвакуируют персонал. Экстенсометры тоже очень популярная такая штука. Обычно они ставятся поперек трещин отрыва, мониторятся. Один экстенсометр где-то долларов 500 стоит, и вот станция, которая принимает с них, она может до 10 экстенсометров принимать, это около 10 тысяч долларов. И все это можно установить на сигнал тревоги, то есть если там превышает какую-то скорость движения, то начинает сразу сигнал работать, оповещение идет. Визуальное наблюдение обязательно, то есть практически, вот если мы, например, у нас смены, то есть мы вахтой работаем, улетаем на шахту на неделю, ну где-то 7-8 дней, то первые два дня обычно ходим вокруг карьеры, изучаем полностью все уступы, где возможно, куда зайти можно, обычно на все уступы можно зайти, где не было обрушений, вот, и изучаем, как бы мониторим все, и заносим все данные уже в журнал мониторинговый журнал. Здесь вот, например, у нас сектора отмечены с повышенным риском, и объясняется уже здесь тоже, объясняется, что там за риски. И все это, как бы, естественно, не только для нас, геотехников, мы сразу это передаем все всем остальным инженерам, ну и, конечно, главному инженеру и начальнику шахты. Грунтовые воды, ну, обычно, конечно, мониторим тоже их, вот, обычно вокруг периметра стоят эти скважины и пизометры там для измерения порового давления вокруг карьера, особенно в верхней части, где у нас выветрилые породы. Хроника мониторинга, развитие деформации, ну, вот график, он, в принципе, показывает условно, где, в какой момент деформация массива, какую систему мониторинга мы применяем. Ну, пизометры, например, да, и сейсмомониторинг практически от начала деформации, ну, они простые практически всегда, также и призмы, и визуальное наблюдение. И как только вот пошло проявление первых трещин, ставим эксенсометры, и уже, если, допустим, ускорение пошло, а потом замедлилось, то можно вручную их зачитывать, и также здесь призмы тоже вручную можно замерять. А уже дальше, когда уже появляется возможность тревоги, такие могут несколько раз, то есть оно начинает ускоряться, потом замедляется, ускоряется, замедляется, несколько раз бывает, тогда уже автозамер мы ставим. И уже в конце, когда уже явно пошло ускорение, мы не знаем, либо оно выположится здесь, или оно будет продолжаться, тогда уже, и особенно если нам нужно там работать, вот на этом участке, тут уже обязательно мы ставим радар. Мероприятия по уменьшению риска, ну понятно, эвакуация персонала, отступы, пререзки, выполаживания, подпорки, уменьшение размера массового взрыва, тоже очень важно, чтобы у вас было контурное взрывание, увеличение ширины берм, ну и так далее. Укрепление, кстати, массива тоже можно укреплять. Вот в этом примере, например, у нас тут появилось интенсивное образование трещин здесь, карьер практически только начал отрабатываться, то есть у нас здесь еще много, года два-три будем отрабатывать, поэтому решение было принято это сразу удалить, то есть сделали такую дугообразную пререзку, чтобы не было потом в будущем проблем. Крепление тоже делаем, конечно, на некоторых участках, смотрим уже, где можно. Например, здесь набрызг бетон делается, где-то 100-150 миллиметров набрызгиваем набрызг бетона с фибрами. В этом данном конкретном случае тут еще у нас много было анкеров, отросовых анкеров, вертикально здесь ставили, потом горизонтально ставили, тут довольно такой слабый участок. А вот это вот транспортный съезд. То есть мы как раз вот заранее стали укреплять транспортный съезд, чтобы потом не было проблем в будущем. Сетка, так называемый дрейпинг, то есть драпировка, высокопрочная стальная сетка, это не мягкая сталь, а твердая, прочная на разрыв. Это сетка из Швейцарии, дороговато, но тем не менее она стоит того. Вот это тоже от той же компании из Швейцарии, из Геобрук, они ставят противокамнепадные барьеры. Вот этот шахт, где вот я работал, где-то у нас тут 120 метров длиной этот был барьер, около двух метров высоты. Это был в то время самый длинный барьер на карьерах, противокамнепадный. Стоил где-то около миллиона долларов. Но за счет того, что это все было привезено из Швейцарии, а сейчас они делают и в Астралии вырабатывают эту сетку, и в Китае делают, и, по-моему, в России нет пока, но будут, по мне кажется. Потому что эту сетку много использовали, когда в Сочи Олимпиаду строили, там много дорог. Да, да, денег не считали, точно. И сделали они такой же барьер вокруг Формулы-1 в Сочи же. То есть это очень высокая энергопоглощающая способность. По анализу устойчивости, что мы делаем? Ну, чаще всего делаем рейтинговую геотехническую классификацию массива. То есть выражаем качество массива в цифре. Геологическое структурное моделирование обязательно. Методы предельного равновесия, численное моделирование. Обычно метод конечных элементов. Это уже для крупномасштабных обрушений. Для мелкомасштабных в пределах одного уступа обязательно делаем кинематический анализ. Тут нужно знать хорошо, мы должны знать параметры залегания трещин. Ну, и анализ риска тоже вывел. Здесь пример моделирования в трехмерного каких-то крупных разломов. Вот это тот же самый, тот же Bingham Carrier. Например, там известен был так называемый mainframe fault. То есть это очень большой разлом был. Он довольно был известен. Его когда-то смоделировали в 3D. И, в принципе, они были готовы к тому, что когда-то он обрушится. Обрушился он, когда началось весеннее таяние снега. И все это, конечно... Ну, конечно, основная причина, что он обрушился, это то, что глубокий карьер. То есть его просто массив разгрузили. Вот он здесь. То есть тут явно видно, что такая плоская вот эта вот поверхность. Метод предельного равновесия двухмерный. Вы тоже наверняка считаете у вас. Это довольно такая несложная программа. Канадская компания ее выпускает, Rotscience. Ну, вот мы используем ее регулярно. То есть она нам коэффициент запаса прочности, устойчивости массива считает. Численное моделирование, то есть карьер, когда мы вырабатываем карьер, естественно, вот это вот у нас траектории давления в массиве, они конструироваться, начинаются здесь. И здесь у нас часть региона массива получается разгруженным. То есть, конечно, надо тоже посмотреть, как смоделировать, как это все влияет. Вот здесь, например, у нас метод конечных элементов используем. Можно ввести туда различные несколько систем трещин, разные литологии, разные типы пород. Вода, конечно, уровень грунтовых вод вводится здесь. Вот и считаем. Здесь, например, деформации у нас разный цвет. Это деформации, основные деформации здесь. Ну, понятно, потому что это выветрилый массив. Моделируем камни-пады тоже для оценки риска того же. В принципе, это довольно такая распространенная вещь, камни-пады в карьерах. Несмотря на то, что бермы есть. У нас бермы немножко поуже ваших. У вас, по-моему, 8 метров рекомендуется. У нас можно до 6. Но должны быть другие какие-то мероприятия, чтобы уменьшить риск камни-падов. И две программы трёхмерные используем. Ребята в Австралии разработали эти программы. Очень удобные и хорошо анализируют, дают риск и место, куда эти камни могут упасть. Цена. Опять же, всё это прагматично. Всё в ценах, всё считается обязательно. Что это может стоить? Штрафные санкции могут, во-первых, от государства. Здесь вот Крайндалл-каньон был. Это подземная шахта. И там 9 человек погибло в США. И штрафы были наложены на компанию 1,85 миллионов долларов. На восстановительные работы огромные деньги уходят, миллионы. Выплаты семьям пострадавших чаще всего это идёт в миллионы долларов. Судебные издержки. Как только что произошло, сразу прибегают юристы, берут в свои руки всё. И всё это, конечно, в огромные суммы вытекает. Потеря на оборудовании. Всё, миллионы стоят. Производственные потери. Если, допустим, небольшой карьер, там, я не знаю сколько, 4 миллиона добычи в год. И если вы остановите его хотя бы на месяц, это может стоить недополученных полтонны золота, например. Около 20 миллионов долларов, если только на месяц остановите. И вот Бингам Каньон, это самое большое обрушение, примерно где-то оценка, полностью общая оценка обрушения около 1 миллиарда долларов. Там, кстати, не было штрафных санкций, потому что там в течение Риотинта, в течение двух лет, они как бы предвидели это обрушение и готовились к нему. Поэтому, несмотря на то, что они завалили 13 грузовиков, 3 экскаватора и там, по-моему, один или два буровые установки, тем не менее, никто не погиб. Обрушение получилось просто больше размером, чем предполагалось. Тем не менее, стоимость, цена любого обрушения, конечно, может быть огромной. Ну, в принципе, и все. Если какие вопросы есть, то да, у нас 15 минут целых есть. Вадим, спасибо, прекрасный доклад. Один вопрос ты снял, цена вопроса. Последним слайдом один вопрос мой снял. Второй вопрос. Учет порового давления. Российская практика складывается таким образом. Все учитывают поровое давление, если массив у нас рыхлый, слабый, понятно, грунтовый массив. Естественно, поровое давление все всегда учитывают. И российская школа говорит, что нет смысла учитывать поровое давление в крепких скальных породах. Твоя позиция какая? Ну, правовое, да. Мы тоже не учитываем. Если в крепких, они обычно все трещиноватые, и практически все вытекает, вода оттуда дренажится. То есть дренажные мы делаем в промежуточной, как это называется, переходной зоне. Переходной зоне от мягких пород до коренных. А в коренных нет уже. А если малопроницаемые породы? Трещина так складывается, что не дренируется, давление накапливается? Ну, в принципе, тут надо, да. Тут это, как он называется, кейс-бай-кейс. То есть в индивидуальном случае надо анализ делать, конечно. И часто все-таки дренаж в этих случаях. Вот, например, карьер, на котором я работал, мы там заметили в каком-то месте. Во-первых, у нас было потенциально, там могло быть обрушение, потому что ослабленный массив. И появилась вот эта вот вода, хотя нигде ее не было. Пробурили тогда дренажные скважины и, в принципе, вот сняли таким образом давление. Спасибо. У меня еще один вопрос про мониторинг. Поделитесь опытом. В Австралии это законодательно утвержденные какие-то, регламентированные документы, которые обязывают предприятия иметь мониторинг на карьерах. И как дела обстоят с радарами? Потому что в России радары, они не легализованы, и вы не можете заменить только радаром весь мониторинг, допустим. Нет, мониторить государство не регулирует, что мы должны делать. Они говорят просто, у вас должен быть геотехнический контроль вашего предприятия. Все. А это уже и ответственность начальника шахты, директора. Ответственность. А как уже что, это и от него зависит. Ну, Вадим, геотехнический мониторинг, геотехническая служба, ну, она и есть только заниматься, только мониторингом. То есть это записано в законодательстве Австралии? Это, да, есть такие как бы regulations. То есть там написано, что начальник, директор шахты должен обеспечить геотехнический контроль и мониторинг. Там мониторинг есть обязательно. Без мониторинга карьер не может работать. То есть, а как, вот именно, что именно, это уже, конечно, решают уже непосредственно на предприятии. Вот сейчас, кстати, извините, вот Питер хотел что-то тоже добавить. Питер по мониторингу, да? Благодарю вас за эту дискуссию. Но не так много по мониторингу. У меня, скорее сказать, может быть вопрос или ответ на вопрос. Это касается частого упоминания факторов безопасности. И очень важно, чтобы мы помнили, что каждое такое обрушение должно предусматривать какие-то меры безопасности, заранее принимаемые. Учитывая анализ вероятности, все мы считаем, что вероятность обрушения – это меньше 100%. И какой-то процент должен быть приемлемым с точки зрения риска для жизни. И, скажем, уровень вероятности должен соотноситься со стабильностью. И потом, как показывает мой опыт, должно быть определенное понимание всех этих факторов. И очень часто факторы не всегда хорошо понимаются, когда стабильность 90% – это хорошо. Если меньше 10%, то склонно обрушается. То, я думаю, что нам нужно помнить, невозможно совсем убрать остаточный риск. И австралийское законодательство, и глобальная стратегия гео-хнического контроля, и мониторинг являются критическое важное значение. Обязательно от каких-то там других аспектов. Когда мы проектируем карьер, борт, то мы обычно руководствуемся коэффициентом устойчивости, коэффициентом запаса устойчивости, там 1.2, 1.3 у нас, например, или вероятностью обрушения. Вот вероятность обрушения у нас никогда не может быть 100%, потому что иначе нам было бы экономически просто невыгодно работать. Просто мы бы не брали карьер. То есть у нас где-то всегда есть процентов 10, там, не знаю, 15, 20, что есть возможность, что обрушение будет. И поэтому вот именно в этом смысле очень критично вот эти вот покрывать, вот эти вот 10-15% вероятности обрушения покрывать мониторингом. Кто-то еще хотел вопрос? А, спасибо. Коллеги, я вот предыдущим докладчиком Егор Ленев из ПБ Гипрошаха хотел немного подискутировать. Вопрос в том, что вы, по сути дела, предлагаете более консервативно подходить к оценке стоимостных параметров проекта, то есть брать более консервативные цены, брать более высокий котов и таким образом иметь более надежный проект. И у вас там вот был слайд, где вы показали, что вы там стрелочкой сместились немного влево, повысив надежность проекта. То есть вы повысили, не знаю, рентабельность в процентах, но за счет того, что потеряли в абсолюте достаточно большую часть NPV. А насколько это правильно? То есть если мы уже приняли решение о том, что мы этот проект строим, и он у нас при плохих ценах даже нормальный, то затем, когда мы начинаем его проектировать, почему мы ориентируемся сразу на самые консервативные цены? Мне кажется, задача должна быть в том, чтобы определить, если говорить об открытых работах, несколько чашек карьера и, по сути дела, определить точки принятия решений, когда нам надо перейти от маленькой чашки карьера к большой чашке карьеры. Если у нас цена низкая, хорошо, мы останемся в маленькой. А вы заранее задаете маленькую чашку карьеры, и тем самым, если цены не упадут, ну там достаточно большой кусок прибыли, мы из этого карьера или у инвестора забираем. Вот откуда такой консерватизм сразу на начальных стадиях проектирования? Сейчас, одну минуту. Let me start. Ну, так как мы, в принципе, вопрос к нам обоим, но вы все-таки более аргументировались на мой слайд со стрелочками и с графиками. Давайте я, наверное, начну, а Брайн продолжит, если будут какие-то еще неосвещенные моменты. Касательно того слайда, да, вы правы, мы теряем порядка 24% руды в сравнении двух чаш карьера, но касательно потерь прибыли, то это всего 6%. При потере 26% руды мы не добываем или не вскрываем 41% породы. То есть мы не перевозим 41% камней для того, чтобы добыть всего 24% плюсом руды. При этом при уменьшении чаши карьера по сравнению с максимально возможной мы экономим 26% NPV. У нас NPV повышается на 26%, что довольно существенно. Я, извините, я, наверное, поспешил перелистнуть слайды, я не упомянул такую возможность. У нас же всегда существует возможность на увеличение карьера, на рассмотрение большей части карьера как стратегически потенциально возможной стадии отработки карьера. Я об этом, собственно, и говорил, да, что вы об этом не сказали в докладе. Но в данном случае на той информации, которая у нас есть на сегодняшний день, рассматривать эту чашу как дополнительную стадию отработки, нам в итоге мы получаем всего 6% прибыли, теряем 26% NPV по сроку существования карьеры. Можно рассмотреть это с другой точки зрения. В процессе работы, естественно, но в основном, в принципе. Бывают, конечно, разные варианты, разные проекты, но в основном идет прирост запасов. С приростом запасов и с дополнительной разведкой, в принципе, в течение срока существования карьера, как Брайан говорил, можно пересматривать и желательно пересматривать долгосрочные планы. И в этом случае вот эта вот оставшаяся часть может быть отложена как позднее введение в эксплуатацию и увеличение карьера. Мы не говорим о том, что мы закрываем эти запасы и забываем о них. Одну секундочку сейчас, иначе переводчики не успевают перевести. Вы говорите о стандартной оптимизации. То есть, да, мы уменьшили, там NPV увеличили, да, но при этом я-то говорю о влиянии цены, и вот о чем, скорее, в первой части доклада было. Если мы возьмем вот там консервативную цену, у нас котов вырастет, карьера уменьшится, и, собственно, если цена у нас не упадет, у нас вот в этом мы потеряем достаточно большую часть прибыли. Чего? Нет. Мы потеряем всего 6% прибыли. Хорошо, даже 6%. Почему мы не даем там шанса вот этим 6% появиться? Потому что мы говорим с точки зрения дисконтирования, для того, чтобы добыть и переработать, для того, чтобы добыть и переработать 24% руды и 40% дополнительной породы, нам потребуются дополнительные капитательные затраты, как на горное оборудование, как дополнительные эксплуатационные затраты, так и на поддержание фабрики. И когда мы рассматриваем предприятие в течение всего срока его службы, в итоге, с учетом этих дополнительных капитальных затрат, мы теряем 26% дисконтированного. Но тогда мы, получается, сравниваем, не сравним. Мы сравниваем некий оптимальный контур с неким неоптимальным. Мы могли набрать еще 10 таких неоптимальных контур. Я, знаете, вот в этом я могу поспорить. Оптимальный контур, когда мы говорим по оптимизации, это контур… Мы все знаем, что оптимизатор выбирает этот контур как максимально возможный при каких-то определенных условиях. При этом вот этот вот NPV считается внутри оптимизатора, и он далеко от оптимального, так скажем, NPV, в том плане, что оптимизатор может рассматривать стадию отработки карьера как следующую стадию. И если у нас блоковая модель, ширина ячейки 10 метров, то у нас может стадия через каждые 10 метров идти. То есть мы в итоге получаем абсолютно нереальный карьер для отработки. И вот этот вот оптимальный контур, который по чаше один, с точки зрения запасов, да, это максимально возможный при данных экономических условиях, будет максимально возможная чаша. Но как только мы начинаем делать более-менее реальный график отработки и делаем более-менее реальные стадии отработки, потому что все эти графики построены на стадиях отработки, не только чаша, а внутри стадии были, и совмещение этих стадий близкое к реальности, то мы получаем, что график уже не такой, и NPV уже не такая. И вот эта вот кривая NPV, она начинает падать гораздо ранее, чем при оптимизаторе. Это нормально, это просто приближение к оптимальной точке по спирали. То есть границы допуска, границы погрешности, скажем, при оптимизации, при стратегическом планировании, они уменьшаются. При более детальном планировании будет еще меньше. Надеюсь, ответил на вопрос. Брайан, добавит. Прежде всего, это же ваша шахта, ваши запасы, и мне все равно. Но я все время говорил о том, о совершенно различных ценностях для достижения различных значений. И, конечно, в итоге я не говорил о NPV, и какие ценности вы применяете, вы сами принимаете решение, я ничего вам не могу сказать. Но обычно мы разрабатываем один план, и каждый раз цена изменяется. Как только повышает цена, мы зарабатываем все больше, повышая производство, мы энтузиасты. Но и вдруг оказывается, что уже слишком много разработано, и мы видим, что там где-то меньше руды, мы меньше разрабатываем, и таким образом расходы уменьшаются. Мы тратим меньше средств для разработки. И все довольны. И вдруг цена падает. И материалы, которые становятся рудой, уже и не покрывают стоимость, которая покрывает расходы по производству. И нам же нужно какой-то материал производить, а мы уже истощили наши запасы по руде. И мы вновь восстанавливаем запасы руды при более высоком котов, отсечке, пределах допустимого. И, прежде всего, у нас должны быть более высокие, усредненные права, более высокие пределы отсечки. Чем больше у нас запасов, мы должны определять все это на том уровне, когда хорошие цены. Но чтобы мы дальше не тратили слишком уж много. Но можем сказать, это ваше дело, вы можете делать, что хотите. Но я все-таки вам говорю, что различные цены приводят к различной стратегии эксплуатации. Если все это, так сказать, колеблется цены, большинство из тех, кто работает в области, думает о расходах, о ценах и так далее. Я не слышу, чтобы какие-то те, кто принимает решения, говорили, дамы и господа, в таком году, который перед нами, мы должны обеспечить, чтобы каждая тонна оплачала сама себя. Прежде всего, мы должны для максимума довести отдачу от ваших инвестиций. Но мы же говорим об инвестициях и об отдельном случае. Но есть две различные цели, различные стратегии. Да мне-то все равно, это же ваши запасы. Мы делаем все, что угодно. Мы и в прошлом говорили, мы разрабатываем один план. И каждый раз наши предсказания по изменениям, кстати, предсказания меняются. Ну, хорошо, когда цены повышаются, появляется дополнительная руда, а когда цена падает, уже больше нету там руды, а там что-то другое. Я предлагаю вам нечто лучшее. Ну, а если вы хотите действовать так же в рамках этого цикла, это ваши запасы. Но я просто вас предупреждаю. Вы каждый раз думаете. Имеются значительные объемы, когда цена повышается. Но паника появляется, когда цена падает. Вы на самом верху этого холма находитесь, когда волатильность растет, и вы теряете очень много. А, да, вы же работали на условиях очень высокой отсечки. Но поднятая в отношении к чему эта отсечка? Что там должно учитывать? Что должно быть там? Я бы сказал, вот эта отсечка, предел допустимого, должно быть то, что соответствует целям вашей компании. То есть добиваться максимума в конце этого холма. А если цель является, чтобы каждая тонна себя оплачивает, тогда налево, вон там, помните, в графике. И можем дать вам больше возможностей получать информацию для принятия информированной решения относительно последствий. И чтобы вы знали, каковы последствия ваших рождений, хочу сказать, что это будет в конце этого холма. Но как инвестор, как владелец акций, я должен знать, что будет впереди. Я могу даже привести пример. Один из графиков я могу вам вернуть. Что у вас было бы, что вы выбираете, миллион долларов в год в течение 7 лет, или 500 тысяч в год в течение 10 лет. Первый дает 7 миллионов в течение 7. Второй дает меньше, но дается в течение 10 лет 5 миллионов. Меньше денег потрачено в течение 10 лет. Я бы лучше в пределах меньшего времени я бы получил эти средства. Но вы же сами принимаете решения. Это ваш проект. Мы вам просто даем больше информации, что вы принимали решения. Я пытаюсь избегать представления и рекомендации. Вот соответствующие кривые, господин директор. Вы принимаете решения, вы вкладываете больше денег, вы принимаете решения. И отвечаете. Благодарю. Андрей Менькин, компания «Катильтак». У меня вот вопрос к вам, Вадим. Специфические геометрические характеристики карьеров Австралии. То есть глубина современных австралийских карьеров и угол наклона, средний угол наклона бортов, вот этот бета-угол. Какие вот они составляют сегодня? Спасибо. Ну, там огромный, конечно, диапазон. То есть у нас есть карьеры практически чуть ли не в коренных, в массивных породах и есть очень много, где у нас выветрилые зоны идут до 200 метров. То есть тут сильно зависит, конечно. Для железной руды в западном стране, вот эти большие карьеры, сколько там имена и уголок? Ну, в среднем где-то общий, генеральный угол, генеральный угол. Ну, где-то они в 45, где-то вот так вот, в таком районе. И глубина какая карьера? Глубина у нас, по-моему, где-то они 300-400, самый глубокий около 600. Сейчас, ну, это не железные, а золотые. Приближаются к 600. Да, и в этом случае уже начинают давление горизонта. Потому что у нас тектоника большая, поэтому тут уже немножко другие анализы. Что-то приближенное к российскому. Насколько я знаю, в России 400 метров. Самый глубокий? Ну, в основном строят до 400 метров. Ну, да, ну, в принципе, да, у нас есть такие, конечно. Много карьеров, которые до 200-200-300, но есть уже приближаются к 600. По километру у вас нет, как в Южной? О, нет, таких нет пока еще. Нет. Спасибо большое. Будут, наверное, когда-то. У меня вопрос к Вадиму. Вадим, вы на одном из слайдов показали, что вы делаете в составе технической службы на карьере расчет по камнепаду из зоны. Такая красивая картинка в 3D. Вопрос такой, а делается ли подобный расчет для уступа или участка борта, да, по опасной зоне в случае оплава? Спасибо. Ну, камнепады, они, да, то есть это в 3D. В смысле, 3D вы имеете в виду, да? Или? Обязательно, да, обязательно. То есть у нас, как бы, комплексный анализ, то есть от крупных обрушений, когда метод предельного равновесия, когда идет глубинное такое обрушение потенциально, и до уступов. То есть мы в 3D делаем, это обычно мы используем сведж-программу и уже, как бы, изучаем, да, по каким. Потому что самое главное, конечно, здесь, это ваши данные, то есть исходные данные. И здесь обязательно на стадии проектирования карьера, я, как сказал уже, у нас обязательно борется минимум хотя бы 8 ориентированных скважин, по ним уже более-менее что-то можем определить, параметры залегания, но обязательно потом уже, когда карьер действует, делаем геотехническое картирование практически всегда, по всем зонам. И вот тут уже конкретно уже имеем в виду, имеем параметры залегания, имеем прочность трещин и все это закладываем в программу. Если мне не изменяет память, сведж, по-моему, рассчитывает объем предполагаемого обрушения, да, объем клина, а вот именно зона, на которую все это вывалится, рассчитывается? Ну, да, обязательно, конечно, в зависимости от объема мы уже, да, обязательно мы уже определяем ширину бермы, то есть от стандартной, допустим, если там 6-8 метров, мы уже уходим на большую берму. Ну, и это, естественно, у нас меняет угол, у нас еще такой угол называется интерэмп-угол, то есть это угол, когда между наклонными съездами, между транспортными съездами, вот мы его, как бы, это регулируется именно как раз размерами потенциальных вот заколов. Вы считаете, это сведжи или в каких-то... Обычно сведж, да, обычно кинематика сведж, это основная наша программа, да, мы других, как бы, не используем. Ну, все. Да, Александр Балисович. Где-то в 2009-м закончился международный проект Late Chopin Pit. Его итогом стало выход такого фундаментального издания, Кайтлайнфоргупенпикслоподизайн. Сейс Айролит, который в Австралии издавал. Риттен Стейси. Под редакцией Риттен и Стейси. Вопрос такой. Каков статус вот этого издания, как бы, в Австралии? Мы всем рекламируем в России, что это, как бы, вот, международный стандарт по проектированию бортов карьеров. О, абсолютно правы. Это наш основной, как бы, учебник, как текстбук, по которому практически все инженеры работают, особенно консультанты. То есть там логично выстроено все, от начала проектирования и до мониторинга. То есть наиболее подробная книга, конечно. Мы, основная наша книга. Я совершенно согласен. Вы правы, когда их называем, это как бы, международный стандарт проектирования? Абсолютно. У нас даже риттен Стейси, это, как бы, уже нарицательная. То есть, это, в принципе, все знают. Риттен Стейси, это вот эта книга. У меня вопрос к горнякам. Я смотрю, вы, ребята, говорили по оптимизации карьеров и не было упомянуто, может быть, я просто вначале пропустил, оптимизация содержания, портовое содержание, Carrowgate Optimization. Как это вписывается в общую картину? Применяется ли это только в начале или это может применяться, вы рекомендуете применять это в процессе работы самого месторождения? По-громче. Моя большая вопроса, когда вы говорите о... Нет, просто чуть-чуть побольше в микрофон. По-русски сказал, на фангистическом языке. Все равно не слышно. Надо гореть микрофон. Ну что, я не слышу ничего. Что-то выпедриваться. Вот так я не понял. Предельная цена отсечки, так сказать. Это... Речь идет о принятии правильного решения по всем этим параметрам. Может, вы не поняли, но оптимизация такого рода подразумевается для того, чтобы добиться соответствующих целей, к которым стремится компания. Таким образом, что касается... Если я правильно понял ваш вопрос, что происходит с тем персоналом, который там остается? Я не говорил о максимальном использовании добычи и использовании всех резервов. Вы не делаете это. У вас имеется и соответствующий нулевой, так сказать, предел отсечки. И имеются соответствующие планы, которые дают соответствующие прибыли. Но если такая отсечка приводит к тому, что у вас появляется персонал, который вы вынуждены оставить, зачем тогда вы что-то добываете, а затем оставляете часть персонала там. А нужно лучше добиваться более низкого уровня, а затем уже вернуться к более высокому пределу добычи. Ну, при этом вы теряете персонал. А чего вы добиваетесь для всех? Каков этот предел отсечки, предел допустим для того, чтобы добиться целей всех, которые заинтересованы во всем этом? Что происходит, когда у вас имеется такого рода break-even, то есть уравновешенного периода, что когда у вас имеются высокие цены, когда вы добиваетесь более высоких поступлений? И в то же время, что происходит, когда соответствующие деньги падают, меньше поступают, как кажется, в Лондоне? Было это заметно, когда деньги на бирже не добывались? Приходилось, соответственно, сократить соответствующую добычу, поскольку более низкие по качеству материалы поступали. Мы производили в то же время больше тонн для того, чтобы добиваться тех же выпуска и тех же объемов золота. Все это включается во все эти наши рассказы, о которых мы сегодня и говорим. Нам все время говорят об этом. Когда мы начали говорить об этом, речь идет о равновесии, а затем об отсечке. Что-то мы делали неправильно. Мы делаем что-то неправильно. Но вы же не достигаете цели. Что такое оптимизация? Имеется соответствующий предел достижимого отсечки. Вы при этом не достигаете соответствующих целей. Но я вам не указываю, как вы и ваши цели в корпорации. Вы сами определяете ваши цели. Вы принимаете сами решения. Я надеюсь, я ответил на это. К сожалению, уже время, но мы очень будем рады совершенно поговорить, кто у кого есть какие вопросы. Сейчас там у нас по программе фуршет, да? Да, уважаемые коллеги, мы хотели поблагодарить вас за интересные мастер-классы, за активную дискуссию. Будем рады встретиться с вами завтра в рамках первого дня основного форума. Сейчас мы хотели бы пригласить вас в соседний зал, на фуршет, где в том числе можно будет продолжить дискуссию. И маленькое напоминание по поводу оборудования для перевода, которое нужно будет обязательно... Субтитры создавал DimaTorzok